на вещи со запросим и язык за так не работаем камнем преткновения с предыдущими парнями стали именно вот эти вот номера он не хотел чтобы машина ехала в одессу верхняя часть крашен но только куэта такой уставший но даже масло свежие не черные для полет масло сзади 1300 до давайте за 43 без колес за всем привет в рамках выездной диагностики сегодня у нас мультиван на минималках здесь вообще правильно сказать что мы до этого общались про explorer и сравнили explorer с мультиваном и вот мультиван он такой explorer на минималках поэтому здесь должно было прозвучать правильно explorer на минималках а в заявке у нас действительно мультиван машина практически семнадцатого года на выпуска двенадцатого месяца шестнадцатого года на эксплуатация нас 17 практически 400 километров пути поехали как бы это сказать без мата в общем нам судя по навигатору ехать прямо еще двадцать три километра все дорога кончилась дальше полями ну кей полями так полями поехали мы полями и гаями а простой вопрос а чего вы тем ребятам не продали который он машина уже была продажа за 43 пластика пластик имеется ввиду техпаспорт он же сейчас идет с чипом и он не везде есть он то есть то нету речь об этом смотрите если у вас покрытие наберете хорошо спасибо что такое выездная диагностика выездная диагностика это когда мы из киева или же короче едем к автомобилю неважно куда на территории украины приезжаем и рассказываем все про него то есть и про двигатель и проходовую и про кузов и про электрические блоки управления ну в общем то же самое что разовый осмотр только при разовом осмотре машина приезжает к нам а вы знаете диагностика это мы едем на эту диагностику есть еще выбор автомобиля под ключ это когда мы на себя берем вообще все от начала до конца человек принимает участие только на ключевых этапах когда нужно действительно принять решение мы выбираем те автомобили которые мы рекомендуем потом он уже подключается смотрит вдруг что-то где-то что-то не понравится согласовываем и осматриваем уже то что есть и все это естественно пробивается по базам данным и мы даем заключение и естественно даем гарантию на проделанную работу но в данном случае идет выездная диагностика то есть мы выезжаем из киева едем в не скажу куда мы едем потому что я обещал человеку что я не буду его светить видео даже до такого момента что я даже не скажу какой-то город кто догадался тот большой молодец но рассказывать о том куда мы поехали за 400 километров от киева в этот раз я не буду друзья кто имеет доступ к базам данным типа toyota nissan mitsubishi volvo пожалуйста откликнитесь вы нам очень нужно даже не то что нам всей украине ну естественно не на бесплатной основе значит общий вид автомобиля ну довольно неплохой то есть вот он как заявлен и вот такой вот он есть я тогда сразу пройдут по показателям имеется ввиду поэтому покажу что она не крашена не знаю будет вам видно не будет с учетом того что парень попросил не снимать ее с уважением отношусь к тем людям которые дают ну приглашают нас к себе в гости как минимум он нам выдал прохлаждающие напитки в то время когда была такая ну просто спека неможливая дальше я пошел немного по не совсем стандартному сценарию дело в том что когда люди нас вызывают надеют выездную диагностику то мы должны как минимум делать фото видео отчетного это входит наши обязанности но здесь заказчик попросил не снимать у него на территории никакого видео окей видео мы не снимаем я кстати забыл выключить видеорегистратор мы все за вокруг замылили ничего там видно не будет кроме самого автомобиля и я вспомнил как я делал еще в тринадцатом году включается messenger включается прямая видео трансляция и побежали минус этого заключается в том что когда если вдруг возникнут какие-то спорные вопросы всегда можно откатить посмотреть видео как оно было изначально а ссылки на видео всегда остаются у заказчиков в любом случае вот не не меняются ничего вот как оно было отснято так оно и есть со всеми подробностями со всеми недостатками потому что видео порой бывает полтора два два с половиной часа и естественно из этого пошли посмотрели вот эту царапинку а вот обратите внимание на вот эту царапинку естественно кто захочет тот посмотрит а в данном случае я включил мессенджер и пошла видеосвязь поэтому видео первичного осмотра будет очень мало хотя на самом деле мы провели там довольно огромное количество времени так а какой же он в проеме если тут 199 может он в двойном окрасе да то есть то должно быть 70 до 120 машину в двойном окрасе то есть это хорошо в нашем мире существует много мнений хорошо двойной окрас или не очень хорошо как бы там ни было я считаю что любой окрас сделанный в заводских условиях он в любом случае будет лучше чем того что делают потом двойного окраса поэтому автомобиль действительно в двойном окрасе он на данный момент осмотра не имеет окрашенных частей но смотрим дальше да толстый слой краски вот вижу сбит она до грунта не знаю будет вам или нет видно так 210 дверей здесь электрические справа слева но думаю по комплектации вы читали боковое скло триплекс значит лобове будет атермальное и с педегривом в такой комплектации скло меняли же лобове а ну воно уже воно уже не атермально тут оригинально или по комплектации она повинна стоять тут с полным педе гривом да стоит бачу педе грив працю и бачу али воно не атермально воно звучание датчик дощу е так крышка багажника 243 верхняя частина ляды красиво я красиво я прижал дару в очередной раз надо должное отдать парню который продавал этот автомобиль ну молодец красавчик не обманул ни в чем значит я расскажу немножко предыстории перед тем как ехать на этот автомобиль мы заказали официальную историю этого автомобиля а с первых дней практически до последних он обслуживался и это все видно что где когда менялась какие запчасти на какие суммы это все было видно я когда приехал я задавал ему провокационные вопросы и он отвечал на них все время правильно единственное чего мы не увидели чего не было в ремонтных работах так это то что он где-то там на пляжу зацепил дерево но очень важно заметить это то что он сказал об этом еще до того как я начал это проверять молодец плюсик в карму что еще с машиной делали за жизнь автомобиля пока он у вас я так понимаю на вас первых дней я как давно реки два месяца а что за этот год делали на 100 менялась и агрегаты какие проблемы а какие проблемные здесь были агрегаты лари циркуляция воздуха агрегация славы месяца целый блок я поменял и модуль турбины все в сборе все в оригинале с гарантией на пару не обманывает действительно есть мы вчера по истории смотрели я скидывал историю как же а что ж обычно нижняя а тут верхняя шо ж в день в дерево вот здесь вот упёрся это дерево было я сдавал для речки біля кВХ назад вот так дерево парктроник не зловил бы воно было косо все вот оно прижало все в оригинале я постав все все что я тут менял стекло сайт все за повинно будто по комплектации так зараз подавимся да так ну по кузову она она целая я не вижу следов ремонта везде наклеечки есть так теперь подключаюсь александр скажите тут какая-то дополнительная сигнализация стоит да действительно gsm овская стоит но тут же надо сначала посмотреть ее полностью снизу для того чтобы был было понимание на на что торговаться и и вообще какая последняя цифра в любом случае включу телефон пообщаемся вместе но даже масло свежие не черные окей дальше к машине читаю задняя панель индикации кондиционера она вот это окошко которое над салоном для 3 4 ряда сидений она была не винине не индицировала назовем это так чтение кода неисправности на всякий случай не было да здесь уже нету критических никаких значений не нашел то есть вот это вот по мелочи верхняя панель и и что еще и вот это вот по центральному замку а так принципе все глюк по центральному звонку значит если кто не знает volkswagen если вот так у часто этот замок подрочить ну грубо говоря включить выключить его 78 раз он сразу выпадает в ошибку вот и вследствие того что я так понял то ли дети играли столь еще кто-то вот была вот такая вот ошибка я запускал несколько тестов никаких глюков нет все отрабатывает но если играться и много раз он потом выпадает ошибку и пишет несуразицу того что он работает активная ошибка будет пока замок зажигания не выключить но включить потом снова зажигание система сама себя нюхает щупает идентифицирует и эта ошибка остается в памяти как пассивная сейчас едем в сторону из того на этом автомобиле дорога здесь такая не могу сказать что хорошая ровно идеально ну неплохая но и неровная и стуков брюков как таковых нее вот сейчас езжаем на не очень хорошую дорогу и все равно ну в общем с ходовой я уже слышу что катастрофы тут точно нету может 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 задние сайлентблоки здесь часто рыбать передних для часов меня она уже по на уже поменяны хотел передать впечатление от автомобиля что кроме скрипа пластика в салоне на неровностях мрачного отходовой нет а здесь да ну в общем нормально сейчас заедем на яму я еще сниму защиту он в принципе у той будет достаточно если достану это не свежая то что очень старая куда наверно здесь это было уже починили дальше села камера пока менял батарейку там был важный момент вот если смотреть на автомобиль по правой стороне там была сломана пластиковая защита я уверен что кто-то это увидит и скажет что я типа этого не заметил замечено сказано но в видео этот момент не попал потому что тогда как раз села камера сверху совсем чуть-чуть подляпывает масло сзади вот откуда сзади сейчас попробую залезть посмотреть в общем-то везде сухенький когда-то вот здесь протекал сальник но сейчас он чистый сейчас и вот эта штука она вообще не свежая очень старая вот здесь еще не течет но скоро вот это вот то что мокрая вот здесь уже будет отображено глушитель хомут новые поставили недавно по пыльникам она нормально но в общем где то где-то где-то сзади затекает полез я смотреть что именно вверх чистый из поддона я предполагаю что это не из под поддона этого здесь вот с из полуоси потому что вот это вот разбросано наперед она не затекает сейчас так с расстояния то что это из крышечки тоже не то есть она вот разбросана именно возле полоси если сверху заглянуть только что залазил смотри сверху она все сухое и там нет поэтому здесь вот сальничек полуоси надо будет его поменять и будет всем великое счастье с правой и с левой стороны оба сальника в коробке текут вот так вот так везде неудобно стоять место с катастрофически не хватает по вебасте да сажа есть так она сейчас под углом стоит не 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 попробую в люфте кардана на тяжку стоит но не звенит не щелкает при передачах и здесь все ровно днище не ржавая даже подрамник у нее не ржавая обычно все ржавая а тут нет тут даже подрамник нормально сейчас чуть отойду что половина общий фон вот так наверное она сейчас видно да видно то есть тут двигатель сухой там сверху тоже все сухое но не дивно его же недавно меняли было бы классно еще патрубок отстегнуть в принципе уже практически начали снимать патрубок но парень сказал что ребят стоит новая турбина не балуйтесь не надо в этих условиях этого делать сложно там есть такая защелка которую можно сломать и можно натворить беды ну я бы это сделал аккуратно но действительно стоит новая турбина совсем рядом навесным со всеми пайпами даже масло обменник поменяли новый по датчикам она все отрабатывает поэтому мы турбину оставили в покое и процесс обратной сборки кузов электрические части двигатель течет не течет все сален блоки надрывов не вижу было изначально не видно заднюю муфту заехал александр выше теперь тут все видно все нормально сломанный пластик внизу с правой стороны а так а так в общем то не запаска есть сейчас переверну покажу по цене пришло время общаться предлагаем или предлагаете вы я предложил уже в интернете предложил 45 да у нас было 43 да я продешевил я понял я понял что я продешевил я выставил вот так а потом подавился и считал что нет это мое мнение я как разница надо будет про всяк випадок вам не сказали что у вас сальники полоси текут внутренней то что с коробки выходят и причем правый уже уже мокрый то то еще с левой теки потіє то справа уже скорого защита будет мокрая надо узнавать цену я цену упускаю на те дефекты який надо сделать ну то есть торг по цене якийсь мае бути аргументирован например это дорога машина на рынке это ну чемусь вот есть такие предложения но какая-то логика моя от сальников все значит считаем зараз уточняем сколько работа сколько сальников саш привет надо полминутки твоего внимания я сейчас тебя включил в конференцию я сейчас осматривают мультиван 6 и текут сальники полуосей внутренние сколько там денег надо чтобы починить 2 литра или 2.5 2 какого года 16 12 месяц 16 года там даёт грешка да скажу так если крепко текут то есть один нюанс не закончилась также значит про правые уже мокрые левые еще только потеет ну как вокруг короб вокруг сальника где-то диаметров сантиметров 17 до 23 до 20 мокрое пятно с левой стороны а справа уже уже капли висят ну скажу тебе так это частенькая болезнь на DSG как на мультиванах по одной простой причине разбиваются фланцы крепления полуосей потому что машина тяжелая и соответственно от этого появляются люфты которые напрягают сальники и разваливают банально это все добро но еще раз говорю чтобы это не закончилось разбором сбором коробки перепаковка да давай давай по-другому нам мы сейчас смотрите сейчас на данный момент какой люфт на самых фланцах не по не получится у меня посмотреть люфт и здесь яма даже не яма а эстакада которая заезжает под углом и она не может остановиться на холостом ходу то есть она в натяжку идет поэтому люфты я сейчас не могу посмотреть ну я я нахожу она не может встать в паркинг и ты не можешь просто взять и рукой как раз вот когда машина стоит ты понял это хорошо если ты дотягиваешься до фланцев именно фланцев внутренних гранат ты понял ты можешь дотянуться до самих и взять их подважить рукой прямо раз раз два два сейчас возьму рукавичку сказать что там люфта в полсантиметра его здесь нету вот но опять таки оно до самой до самой до самой гранаты нет но если дергать полуось то вот совсем чуть-чуть есть ты мне скажи сколько это если сальник поменять и сколько если там все печально цифру можешь назвать мы сейчас торгуемся по машине и мы не можем понять за сколько надо да если будет вопрос о перепаковке ДСМ и переборке у нас идет от 1300 до 2 в зависимости от того что у нее будет делать от 1300 до 2 я тебя услышал это если делать правильно да не ну тут как бы в ней делать неправильно машина она в семью берется и она там останется да хорошо понял ну вот цифру максимум минимум озвучено то есть это не просто сальники ну то что сальники скорее всего просто так не течу это я телефоновал до хлопчины чтобы он в жизни работал на официале сейчас у него алекосервис это в Киеве окей какая цифра дорого чтобы мы не морочили другую полу 44 тысячи это моя новую покупать и потерять 30 тысяч просто за 3 года и не смотреть на это все если бы там была проблема меня бы подгрузили на официалах уже 5 раз на эту замену если бы там было они видят они когда выпускают машину после ТО они обязаны сделать не просто ТО расходники поменять а общее состояние автомобиля я у них такой клиент то есть там нету это официальное ТО они там жарят по полной если эта машина не на гарантии если бы они это видели то они бы меня попросили поменять ну в общем пальцы в двери зажимать не имею морально-этического права а вот объективно да Александр уступает тысячу то есть 44 и колеса в подарок да Александр далеко там нет? не рядом мне надо выйти с вами отдельно поговорить вы говорите по реальной цели по реальному а теперь вы это самое говорите реальное вам сказали что сломано а вы не хотите уступать ну реальная подумка ну вы же не выдумали это давайте за 43 без колес зачем вам эти колеса 43 без колес без зимних хорошо сейчас до момента как он приедет надо предоплату оставлять? 100% я могу и от вашего имени оставить ему 100 долларов или можете ему перечислить приблизительно такую же сумму на карту больше не рекомендую потому что этого вполне хватит для того чтобы подтвердить наше намерение ну то есть если мы не приедем в течение недели вы заработаете 100 долларов а я все-таки завжды на стороне завалил умер это такое дело я понял ну хорошо машина тут не не снимается так как со временем почему во вторнике или в таком гаде чем раньше тем лучше потому что если мы оставляем предоплату то это подразумевает под собой что машина снимается с продажи до момента пока он приедет ну грубо говоря до вторника так точно ну хорошо до вторника еще еще какие-то вопросы будут пока мы на связи окей хорошо спасибо спасибо вам до встречи я буду звонить тебе напрямую звоните я встречу и все что надо комфортный ну короче что от меня требуется какое-то я все сделаю мы полетели спасибо за время на вещи за запрашиваю бачу тут пахал я на стороне покупца топ-то венцы сплачу и вот здесь вот как раз тот случай когда лично я оказался между молотком и наковальней потому что с одной стороны есть очень благодарный человек который продавец действительно парень вот такой классный александр если смотрите большой вам огромный пламенный привет извините что вас пришлось эпизодически вставлять потому что без этого не получится рассказать историю вы действительно классный мировой дядька но в нашей компании есть определенные принципы я не могу через них переступить скажем так поэтому вот эти 100 долларов они идут заказчику я ему все равно я дам это моя сотка тогда я ему его и отдам он мне сплатил и он сплачивает за это я ему передам ему будет приятно нет эту сотку это моя сотка я даю тебе спасибо разумеешь все ты никому не передаешь разумеешь или нет чтобы мы друг друга поняли разумею а то что вы с вами рассчитываете это ваше дело дякую окей всего счастливой дороги 100 долларов я ему выдал но мне их отдал обратно типа говорит что вот это тебе но я говорю что я себе не возьму мне человек за все оплатил 100 долларов я вам возвращаю ну то есть я ему отдал но вам их мне пересылать не надо вы учитываете что 100 долларов я ему отдал он их принял он говорит вот тебе бонус я видел как ты там корячился лазил и все остальное я нет мы за откат не работаем вот ну как бы он мне не поверил но я вот звоню сказать что он 100 долларов не отдал а я соответственно даю их вам да пожалуйста а машина здесь была действительно классная ребят спасибо что досмотрели это видео до конца вот такая вот незатейливая была эта история хотя это можно смело назвать демо версии видео потому что очень много видео то что можно было показать еще дополнительно оно вырезано но это сделано из уважения к парню который продавал автомобиль он просил не снимать у него на территории видео которое попало в эфир оно было снятое из видеорегистратора максимально все заблюрено замылено поэтому не видно где снято ничего не понятно но без этого видео скажу еще раз не рассказать вообще историю в принципе в любом случае огромнейшее вам спасибо что досмотрели это видео до конца также хочу сказать что нашей компании нужен специалист тот который будет отвечать на телефон то бишь это сейчас называется менеджер раньше это называлось по-другому офисный работник сейчас нам нужен человек предложение действительно только для жителей киева потому что на удаленке реализовать тот весь опыт с которым мы можем поделиться не получится к сожалению мы предоставляем очень хороший сервис люди на выходе у нас остаются очень довольными у нас офис находится в киве практически на берегу днепра он большой комфортабельный летом здесь прохладно зимой у нас тепло есть у нас своя кухня есть у нас много чего и в том числе самая важная официальная зарплата ну а с вами был николай тарануха киев компании один авто всем удачи на дорогах всем пока пока пошел я доделывать германию потому что с этими потопами которые там были даже не понимая как видео построить в общем но до